всем привет на связи федор васильев мы продолжаем с вами разбирать кмс wordpress урок номер 18 из этого урока мы начинаем разбирать очень мощный большой плагин и у вас все один из самых лучших seo-плагинов для оптимизации вашего сайта под поисковые системы от ввода мета данных каждой статье страницы к рубрикам до xml-карты то есть это все будет включать в себя плагин эта информация будет разбита на несколько уроков потому что тема большая и чтобы урок не был слишком затем находясь в консоли нашего сайта мы переходим с вами плагины давайте найдем данный плагин и у вас все добавить новый и в поиске вписываем название плагина вот так вот как у меня и у вас сел плагин имеет как бесплатную так и платную версию конечно будем использовать бесплатную версию вот здесь он у меня отобразился нажимаем установить как обычно установка у меня произведена нажимаем активировать и ждем процесса активации как только мы с вами его активировали он отображается вот здесь и отобразился у меня вот здесь давайте кликнем суда здесь какие то есть два уведомления лично у меня сейчас показывается что ошибка да что у меня до сих пор установлен название сайта по умолчанию но мы сейчас еще только тестируем только делаем естественно могут сыпаться такого рода ошибки давайте посмотрим кликнем на ссылку изменения данных кликаем на карандаш то есть краткое описание я отсюда убираю дым убираю обновить закрыть все проблемы 0 отличная работа каких-либо серьезных проблем всем не обнаружен но это вообще полезная вещь она часто нам будет сообщать когда что-то не так плагин достаточно будет сложно понять если вы абсолютно новичок поэтому я как смогу постараюсь вам все объяснить чтобы вы смогли настроить это все дело правильно под себе вот эти вещи мы можем закрывать давайте попробуем начать настройку плагина простым методом переходим на вкладку общие здесь написано нужна помощь в определении настроек настраивать ее осел шаг за шагом кликаем ниже на кнопку открыть мастер настроек и у нас появляется вот такая вот настроечка здесь нам надо все читать у нас настройка состоит здесь из 12 шагов и на первом шаге два варианта в несколько шагов нам предлагают настроить либо же выбрать автоматическая настройка с точки зрения ее с села плагина да и это скорее всего здесь платный вариант но я не вникал давайте нажмем вот на эту кнопку настроить ее сел это у нас подсвечивается видите зелененьким окружающая среда шаг 2 здесь нам говорится укажите находится ли сайт в разработке или ваш сайт уже готовит готов к индексации то есть смотрите если мы выбираем нижний пункт это в том случае если сайт находится на хостинге и нам нужно его еще сначала наполнить настроить сайт потому что поисковые роботы могут начать вындексировать даже сами и проиндексировать с неправильными урлами например если у нас еще не готов первый вариант выбирается в том случае если сайт готов к индексации но так как я сейчас нахожусь на локальной машине я его здесь полностью готовлю и уже я планирую выгружать сайт в интернет уже готовым то есть когда я выгружу его на хостинг я сразу же в следующем этапом иду говорить поисковой системе яндекс и google что вот пожалуйста начни индексировать мой сайт поэтому я выбираю первый вариант ставлю точку и нажимаю вот здесь на кнопку далее мы переходим с вами на третий шаг тип сайта это важно с точки зрения микроразметки да какой у нас сайт нам нужно определить вот здесь вот выбрать блок онлайн магазин новостной портал так далее но у меня это блок у вас может быть что-то другое здесь все понятно другого нам тут не дано я выбираю блок и нажимаю далее мы переходим с вами на четвертый шаг компании или частное лицо но также уже из вот этого заголовка четвертого шага уже понятно да и вот здесь на русском я выбираю частное лицо то есть если в я выбирать частное лицо появляется дополнительное поле если выбираем компания то название компании пишем здесь пишем название компании и логотип компании можем загрузить в медиа менеджер я выбираю частное лицо дальше нажимаем далее переходим на пятый шаг социальные профили это вообще важная вещь это также поисковики могут видеть и вы должны здесь прописать социальный профиль там где вы есть потому что обычно бизнес на вашем сайте да он обычно как-то сопровождается социальными какими-то сервисами здесь к сожалению нету вконтакте так вот здесь написано ссылка на страницу facebook имя пользователя в твиттере то есть ничего сложного нет но я тестирую поэтому я ничего наверное не буду записывать кроме url адрес youtube я его проставляю в соответствующем поле и нажимаю далее мы переходим с вами на шестой шаг видимость типа сообщений для поисковиков здесь все просто запись типа записи должна быть видимым или скрытым от поисковых систем дальше запись то есть страницы тоже пускай индексируют поисковой системы и записи по медиа файла я тоже включаю индексировать чтобы картинки фотографии если они уникальны у вас а тоже индексировались напоминаю что вот этот процедура быстрой настройки этого плагина это лишь малая часть это такая быстрая настройка на этом настройке не заканчиваются и мы потом глобально пройдемся по всем настройкам и докрутим настройки те которые мы не затронули в быстрой настройки значит я здесь все показываю и нажимаю далее переходим на седьмой шаг несколько авторов то есть если у вас на сайте несколько авторов то публикуют статьи материалы то мы вставляем да если автор один ставим нет далее то есть я автор один я ставлю нет восьмой шаг поисковая консоль гугла данный шаг я предлагаю пропустить когда мы с вами перенесем сайт в интернет мы еще вернемся к этому плагину и затронем те моменты которые не были затронуты нажимаем здесь далее это очень полезная вещь девятый шаг настройки заглавия здесь в поле мы прописываем название нашего сайта это название будет фигурировать также во вкладке браузера и когда мы проходим на какие-то записи во вкладке это будет отображаться и как разделять вот внизу показано разделитель то есть название сайта разделяется названием записи там страницы рубрики лучше всего выбрать вот эту звездочку нажимаем далее переходим на десятый шаг новостная рассылка здесь нам команда разработчиков и осел предлагает подписаться на их не новости ну конечно же они скорее всего буду приходить вам на английском языке если вам это интересно можете оставить свое имя и mail и нажать зарегистрироваться я пропускаю этот шаг нажимаю далее мы переходим с вами на 11 шаг вам может понравиться и здесь идут уроки уроки эти на английском языке если вы английский не знаете вам они скорее всего будут без пользы нажимаем далее и 12 шаг успех последний шаг и нажимаем здесь закрыть хочу напомнить что это только малая честь того что мы сделали здесь мы пройдемся еще по всем вкладкам и это тоже будет еще не все настройки здесь также если мы сейчас пройдем в новую запись у нас уже внизу вы видите подставляется новые элементы которые вы раньше не видели который мы также будем разбирать здесь также прописывается метод данные title и description то есть title заголовок и описание непосредственно к данной записи то же самое будет появляться вот такие вот возможности поля для создания страницы рубрик на этом данное видео подходит концу в следующем видео мы продолжим с вами работать с плагином его все и увидимся в следующем видео пока пока итак как получить премиум тему для wordpress премиум темы могут получить только активные подписчики моего сайта это бесплатно и это займет всего несколько минут для того чтобы получить премиум тему вам необходимо пройти на мой сайт федоровасильев точку ру адрес который вы сможете найти в описании под этим видео если вы не зарегистрированы на сайт вы проходите в меню вход регистрация вот здесь если вы не зарегистрированы то вот здесь вот ниже есть такая ссылочка еще нет учетной записи вопрос кликаем по ней вам нужно пройти несложную регистрацию давайте запишем имя пишите пожалуйста реальные данные я записал имя и логин пишем пароль подтвердить пароль далее необходимо выбрать вот здесь ваши интересы ну если вам интересен только wordpress и вы хотите получить премиум тему прямо сейчас тогда вы ставите напротив слова wordpress галочку обратите внимание что по умолчанию галочка также стоит на adobe muse если вам эта тема не интересно галочку снимаем ниже нам остается лишь прописать свой рабочий email убедитесь в том что у вас есть доступ к вашей почте чтобы вы смогли получить подарок так как подарок придет автоматически к вам на электронный ящик я прописываю почту подтвердите почту прописывайте то же самое и поставьте вот здесь вот птичку captcha защитный код нужно дождаться вот такой вот галочки дальше мы нажимаем регистрация почти все готово после обновления страницы практически сразу вы увидите вот такое сообщение учетная запись для вас была создана на указанный при регистрации адрес электронной почты была отправлена ссылка для ее активации то есть сначала нам нужно подтвердить что мы реальный человек и подтвердить адрес электронной почты проходим на почту моментально приходит письмо ссылкой для активации вашей учетной записи заходим в письмо видим вот такое вот приветственное письмо здесь также указан ваш логин и пароль ниже вы сможете также ознакомиться с другими моими обучающими материалами но сначала вам необходимо кликнуть вот на эту ссылку кликаем на нее один раз вас перебрасывает на мою страницу федоровасильев точку ру уже вот с таким сообщением сообщение премиум тема в.п. значит wordpress в подарок успешно отправлена по адресу то есть на тот же электронный ящик отправлена еще одно письмо уже с вашим подарком проходим обратно в электронную почту заходим во входящие и видим вот такое вот письмо внимание если это письмо не пришло сразу подождите 10 минут если письма не придет проверьте папку спам если и там его не будет только тогда напишите мне на почту почта также указана под каждым роликом моим в youtube или почта указана на сайте на моем федоровасильев точку ру пишите мне на почту и я в ручном режиме отправлю вам письмо кликаем по письму премиум тема в.п. в подарок и вуаля вот ссылка на закачку темы кликайте на нее и скачивайте тему себе я вас поздравляю теперь информация для тех кто уже был ранее зарегистрирован у меня на сайте и хочет также подписаться на рассылку wordpress и получить премиум тему что делать вам вы также на моем сайте нажимаете вход и регистрация если вы уже зарегистрированы вводите свой логин и пароль нажимаете войти прокручиваете страницу самый низ здесь внизу находите ссылку управление подписками кликайте по ней прокрутим чуть ниже здесь мы также можем подписаться на любую рассылку которая нас интересует в данном случае это wordpress вы просто ставите вот здесь вот да и нажимаете ниже кнопку сохранить изменения с этих пор вы будете получать информацию дополнительную возможно о выходе каких-то видеокурсах на тему именно wordpress по данной рассылке и также вам должно прийти в автоматическом режиме после нажать на кнопку сохранить изменения письмо с данной темой опять же подождите 10 минут если письмо не пришло проверьте папку спам если там нет тогда пишем на мою почту почта также указанного здесь подвале я в ручном режиме отправлю вам письмо на этом обучение закончено до новых встреч друзья если вы уже стерли пальцы в поисках хорошего качественного хостинга для вашего лендинга на adobe muse или сайта на джумле неважно то сейчас я вас хочу познакомить с замечательным хостингом под названием хостик сам пользуюсь данным хостингом уже много месяцев и очень доволен главное примечание хостинга тестовый период 30 дней 30 дней вы сможете пользоваться хостингом абсолютно бесплатно второй очень важный момент возврат денег в течение 45 дней если вас не устроят услуги хостинга готовый кмс 3 года на рынке молодой хостинг это очень важно онлайн поддержка на высоте перейдя на хостик вы сможете увидеть в правом нижнем углу вот такой вот прямоугольник это онлайн чат круглые сутки трепетная служба поддержки готова отвечать на ваши вопросы и даже ночью лояльные цены мощные сервера если вы совсем новичок и ваш сайт уже расположен на каком-то хостинге но он вам не нравится служба поддержки готова бесплатно перенести ваш сайт ним у них есть замечательная акция три месяца бесплатного хостинга ознакомиться с данной акцией вы сможете перейдя на этот хостинг при оплате за год можно сэкономить до 45 процентов а также для мощных сайтов хостик предоставляет мощные сервера вы меня знаете я вам плохого не посоветую итак если вас заинтересовало и вы хотите ознакомиться с данным хостингом ссылочка под этим видео переходите и знакомьтесь и а и и и и и Продолжение следует...